Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Белышева. Закрыть надежду. Генпрокуратура хочет арестовать народного депутата Савченко. За что? Прошлись по кадрам. Рада сменила главу Национального банка и не только. Кого и куда назначили? Нагрелись на теплощетчиках. В Белой церкви потратили 30 миллионов на системы учета тепла. Все ли ушло по назначению? Полузащита. В США решили оберегать школьников от расстрелов, не запрещая оружие. Поможет ли? Допрос дня. Надежда Савченко сегодня утром явилась в СБУ. Напомню, на разговор ее вызвали по делу Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Вчера вечером она прилетела в Киев из Мюнхена. А до этого депутат заявляла, что находится с рабочей поездкой в Страсбурге. Хотя пресс-секретарь председателя ВР заявил, что никаких документов на командировку Савченко не оформляла. После допроса народный депутат заявила, что ей якобы известно о некоторых настроениях украинских военных. Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно согласны с точки зрения, что военный переворот в Украине – это достаточно очевидная и, наверное, достаточно правильная события. Мне не страшно. Как никогда не было, так никогда и не будет. За правду вернуться, за правду жить, за правду помирать никогда не страшно. Заявления Савченко и подозрения в ее адрес стали одной из главных тем в парламенте сегодня. С самого утра в Раду пришел генпрокурор Юрий Луценко. О чем он рассказал? Давайте узнаем. В Верховной Раде сегодня аншлаг на ардепы всех фракций в полном составе и еще не дойдя до зала, в кулуарах избранники анонсируют то, за что сегодня придется голосовать. Мне стали известны подробности справа. Рубан, которого затримали за арсеналом зброи, они могли сдвинуться по куполу, а Надя Савченко должна была из середины занести выбуховку и взорвать парламент из середины. По плану она должна была занести чемодан выбуховки и дистанционно его подорвать. Так бы оплуталась, если уже такая героиня, бы оплуталась поясом шахида и подорвала бы себя тут. Кроме темы Савченко в Раде стоит вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа от оппозиционного блока Евгения Бакулина. Мы не видим там прямых звеневачей на пана Бакулина, но главное даже не это. Наша фракция, мы уже девятый раз принимаем участь в театральной выставе, которая называется официально, название которой, «Надание дозволу на притягивание до ответственности народного депутата». Ровно в 10 в сессионном зале появился генпрокурор, который по очереди доложил, с чем пришел. Первая схема. Пан Бакулин, выконывающий план Януковича, доведенный ему арбузовым, дал наказ подлеглым ему працівникам «Навтогазу України» та «Чорноморно-Навтогазу» заорганизувати фиктивный тендер для закупивли бурових установок за завищенными цінами. Генпрокурор просит нардепов снять с Бакулина неприкосновенности и дать разрешение на его задержание и арест. «Чи не будет это, которое мы сейчас будем рассмотреть и принимать по нему решение, очередным?» «Ничем». «Керевник фракции товарищ Бойко, вишки которого давным-давно лежали у вас в сейфе». «Что случилось в вашей голове с памятью, вы решите сами. Бо я никогда не стверждал, что у меня есть достаточно доказательств на подание по народному депутату Бойко. Ни в сейфе, ни на рабочем месте нет, не было и никогда не готовилось подание на народного депутата Бойко. Цей міф залишите, пожалуйста, для каскарьев». «Оскільки мое прізвище было в этом зале, я имею право на реплику. Я ни разу не виправдовывался, когда началась крупная кампания в прессе стосовно меня и этой справы. Я соответствующие объяснения дав Генеральной прокуратуре, когда ходил на допиты. Я знаю, кто был замовником этой справы с боку людей, которые сегодня находятся за кордоном, которые выехали из края после падения на Майдану. Мне все известно, кто был замовником, кто выканавцем. И я соответствующие объяснения давал Генеральной прокуратуре». Долго не обсуждая, нардепы своим голосованиям и сняли неприкосновенность, и дали добро на задержание и арест Бакулина. И тут же перешли к Савченко. «У следствия есть незаперечные доказы того, что Надя Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично распорядовала указки про то, как провести террористический акт тут, в этом зале, снищивши боевыми гранатами две ложи урядовую и посадовую, минометами, обрушивши купол Верховной Рады и автоматами добивающих тех, кто выживет. У нас есть незаперечные доказы, и тому сегодня я, как Генеральный прокурор Украины, внесу до Верховной Рады подание про притягивание до криминальной ответственности, затримание и арест народного депутата Савченко». Для того, чтобы снять неприкосновенность Савченко, нужно одобрение регламентного комитета, на это по процедуре отводится пять дней. Сегодня решение вынести невозможно, все, что в силах нардепов, исключить ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности, тем самым ограничив доступ к госстайне. «Мы должны прекратить процесс, который делает Надя Савченко, особистую поведенку и гонять высокое звание народного депутата, который работает в сфере безопасности. Мы должны проголосовать за выключение Надеи Савченко из главы комитета национальной безопасности и обороны». Своим голосованием нардепы в считанные секунды исключили Савченко из состава комитета. Сама Савченко уже после голосования появилась в Раде. «Я не секретарем, я не главой комитета, поэтому выключить из комитета члену комитета, без его согласия, если он не напишет лично заявку на выход, нет возможности. То есть Верховная Рада в очередной раз порушивает закон Украины». Обвинение в свой адрес в Раде Савченко не комментировала. Из зала заседания ее спешно вывели нардепы, в частности фронтовики Бондар, Лебус и Соляр. Теперь избранники ждут представления генпрокурора с доводами и доказательствами вины когда-то первого номера в списке Батьковщины. «Зараз мы должны объяснить, что случилось. Чи завербовали ее тогда в Россию, або тут. Взагалі, чему она изменила линию поведенки, что ее было выключено из Батьковщины, ее было выключено вперед. Сейчас ее выключили из комитета. Действительно, для меня это не понимая вещь». «Ситуацию Савченко не знаю. Это серьезные задвижения, серьезные задвижения. И по телебачению про них рассказывать не надо. Надо принести материалы и сказать. С доверными и качественными доводами. Потому что это серьезные задвижения. Если они такие, это страшный злочин против государства». Ну а после депутатских вопросов в зале перешли к кадровым, которые были запланированы один за другим. Для этого парламентарии пожертвовали своим обедом и увеличили рабочий день. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Савченко, Владимир Дедов. Подробности. Телеканал Интер. Почему Надежду Савченко вывели из зала, об этом она рассказала сама. По ее словам, коллеги увидели, что она вооружена. При ней был наградной пистолет. Савченко утверждает, что как офицер она имеет право приходить в парламент с оружием. Вопрос же о лишении Савченко неприкосновенности, а также о ее задержании и аресте, может быть вынесен на голосование уже в следующий четверг, ровно через неделю. Об этом заявил нардеп от БПП Иван Винника. О том, с чего начался путь Надежды Савченко к этой самой неприкосновенности, подробнее в материале. Доброволец батальона Айдар Надежда Савченко попала в плен во время боя к северу от Луганска 17 июня 2014 года. Шесть дней спустя она оказалась в России. Там ее обвинили в причастности к гибели двух сотрудников российского телевидения. Якобы Савченко навела на них огонь артиллерии. Сама она все обвинения отвергала, заявив, что ее похитили во время операции по спасению побратимов из батальона. За Савченко вступились украинские власти и множество политиков. Президент Порошенко заочно наградил пленницу орденом замужества. А в ноябре 2014-го она, находясь в российском СИЗО, стала депутатом Верховной Рады от партии «Бытьковщина», отдавшей ей первое место в списке. В 2015-м она выступила с автором так называемого закона Савченко, скандального законопроекта, по которому из мест лишения свободы в Украине были освобождены более 7 тысяч человек. В апреле 2016-го Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22-м годам тюремного заключения. Месяц спустя надежду обменяли на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Она вернулась в Украину 25-го мая. В аэропорту Борисполь среди встречающих была и лидер «Бытьковщины» Юлия Тимошенко. Буквально в тот же день президент Порошенко наградил Савченко орденом Героя Украины. И еще один депутат отказался идти на допрос. С Семеном Семенченко из «Самопомощи» в ГПУ хотели поговорить о сумках, которые он выносил из палаточного городка возле Верховной Рады. Следователи подозревают, что в них могло быть оружие. Но народный депутат сообщил, что разговор этот не состоится и сослался на важную встречу в посольстве. С сегодняшнего дня в Украине новый глава Национального банка. Им стал Яков Смолей, экс-заместитель Валерии Гонтаревой. Парламент сегодня практически одним махом проголосовал за ее увольнение и назначение нового главы регулятора. Все это видела Елена Зорина. В повестке дня вопросы назначений главы НБУ, счетной палаты и омбудсмена. А вот в куларах еще до обеда ясности нет. Одни говорят, кадровых решений сегодня может не быть. Другие, что договоренности достигнуты. Это договоренности. И даже сегодня порядок, что сначала голосуют в рахунковую палату, потом омбудсмена, потом НБУ. Это вынятковая вымога Народного фронта. И это результат консенсуса. Но кадровый пасьянс, похоже, смешался. И спикер ближе к обеду партию переигрывает. Первый – Национальный банк. Второй – уполноваженный. Пятая рахунковая палата. В зале посвежевшая и заметно отдохнувшая пока еще глава НБУ Валерия Гонтарева. Нарешті, після десяти місяців очікування, я маю можливість доповісти Верховній Раді про результати моєї трирічній роботи на посаді голови Национального банку Україна. Я вважаю мою місію повністю виконаною, тому що рефоми зроблені. Депутати сокрушаються і в критике себя не здерживають. За десять місяців відпустки ви чудово виглядаєте. З чим я вас і вітаю. На жаль, не так чудово виглядає гривня. У мільйонів роботячих українців обесінюються зарплати, пенсії, заощадження, невеликі доходи. То це людей найбільше хвилює. Не те, як ви виглядите і чи працюєте ви, чи відпочиваєте. Чи не обесінюються їхні копічані зарплати і пенсії. От що мали б ви вийти людям сказати. Мільйони українців, вибачте мене, що в результаті моєї політики у вас у чотири рази обесінили заощадження. Коли пані Гонтарєва займала свою посаду, в 2014 році курс долара був 15 гривень за 1 долар США. Зараз курс долара 26 гривень. Виходячи з того докладу, який був оголошений в цій залі, пані Гонтарєва вже нам сказала, що з цією функцією вони не справились. Прощання без сожалення за відставку Гонтарєвій голосують більш ніж слаженно. 342 за, постанова прийнята. А вот дальше уговор із спікера. Почти полчаса он убеждает избранників в необхідності і важності назначення нового глави регулятора, а також других кадрових вопросів. Але голосів за продлення рабочего дня ради цього в залі немає. Ви поясніть, в чому річ, колеги? Голові в такці підійди до мене, відкиньте ультиматуми і підтримайте мою пропозицію. Бо в результаті ми розболосуємо зал і нічого не приймемо. Уговори все-таки действують, і избранники переходять до питання назначення нового глави НБУ. Кандидатура Якова Смолія давно обсуждалась, і сам він проходив собеседування во фракціях. Рівень його освіти однозначно дозволяє здійснювати ефективне управління Центробанком України. Наша мета не змінна. Перше – збереження цінової і фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської. К голосованию спікер готовить депутатів зарані. І вот результат на табло. 247 зам, рішення прийнято. Вітаю вас, Яков Васильович. Бажаю вам успіху. Ізбранники расходяться з тим, щоб вечером продолжить розсмотрення кадрових вопросів. Елена Зурина, Екатерина Лысенко, Владимир Самченко і Владимир Дедов. Подробності – телеканал «Интер». Немного отдохнув, депутаты вернулись к кадровым вопросам, а вечернее заседання прошло не мене результативно. Был избран глава счетной палаты і омбудсмен. Уполномоченным по правам человека стала Людмила Денисова, а место исполняющее обязанности глави комитета по соцполитике, которое она возглавляла ранее, занял Сергей Каплин. Все подробности узнаем от Александра Васильченко. Вечернее заседання парламентарій начали с вопроса о назначенні уполномоченного в Верховной Раді по правам человека. На эту должні претендовали нардеп Людмила Денисова і правозащитник Андрей Мамалыга. Оба кандидата з трибуни уверяли, що достойны должности. Докладу максимум зусиль до захисту прав українців, представників кримсько-татарського народу і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги внутрішні переміщених осіб. Вже біля 20 років я займаюся правозахисною діяльністю в статусі адвоката. На мою марахонку сотні кримінальних справ, виграні справи в Європейському суді, справ людини. Бурну дискуссію в залі вызвали не самі кандидати, а процес голосування. Вибирати в темну или голосувати в открытую? Мнення розошлись. Питання в тому, що ми обираємо людину, яка протягом 7 років буде пікуватися про права всіх людей, в тому числі, які засуджені, в тому числі, які знаходяться в в'язницях. І як наслідок страждання і грубі порушення прав, мільйонів, зростаючий рівень бідності, утиски і переслідування з боку державних і правоохоронних структур, псевдореформи. В итоге решили голосувати, не выходя з сесіонного зала. 280 голосів «За» і Рада выбрала амбудсменом кандидата від Народного фронту Людмилу Денисову. 280 «За», рішення приняте. Затем Рада перешла к рассмотрению вопроса о формуванні нового состава счетной палати і назначення її глави. На цей пост претендували аж 23 кандидата. С цим була категорически не согласна оппозиція. По їх мнению, главой счетной палати должен быть кандидат непарламентського большинства. Рахункова палата – це той інструмент контролю за використанням бюджетних коштів, який завжди в нормальній країні повинен ефективно працювати. Є тим інструментом, який завжди в нормальних європейських країнах є під контролем опозиції. Коли опозиція має можливість через інструмент рахункової палати контролювати владу. После бурной дискусії Верховна Рада проголосовала за кандидатуру от БПП Валерия Пацкана. 263 голоса «за». Закрывали вечернюю сессию нардепы голосованием за изменения в КПК. Якобы закон тормозит работу правоохранительных органов. Но даже выступление генпрокурора Юрия Луценко не повлияло на положительный исход и голосование. Александр Васильченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Импорт российских удобрений могут ограничить еще больше. Правительственный комитет поручил Минагрополитике, Минюсту и Минфину подготовить новый список продукций для введения антидемпинговых пошлин. Об этом сообщил народный депутат Олег Суховский. Напомню, вчера Кабмин по требованию парламента ввел временное эмбарго на импорт карбамида и аммиачной селитры из страны агрессора. Окончательное решение в правительстве обещают принять уже на следующем заседании в среду. Если будут подводные камни, я думаю, что и общество, и работники завода просто будут пикетировать Кабмин министров. И вплоть до того, что будет блокада, так же залезницы, которая возится из России в Минеральное доброе. В Украине стремительно растут цены на продукты питания. По подсчетам Госстата за последний месяц подорожали хлеб, рыба, сыр и фрукты. В лидерах по-прежнему мясо и мясные изделия. Говядина подорожала в среднем на 3 гривни и стоит минимум 120 гривен за килограмм. Пачка сливочного масла не менее 36 гривен. И по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, стоит готовиться к новому ценовому скачку в апреле. Это связано с девальвацией гривни и повышением минимальной заработной платы. В Киеве в полицейских бросили боевую гранату. Инцидент произошел сегодня ночью в спальном районе столицы. Копы попросили мужчину предъявить документы. Во время обыска обнаружили у него наркотики. В ответ преступник метнул гранату. В результате был поврежден полицейский автомобиль. Никто из правоохранителей не пострадал, а злоумышленника задержали. Тишина была недолгой. Всего сутки боевики придерживались режима прекращения огня на Донбассе. Сегодня снова ударили по украинским позициям. Возле поселка Луганское стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Водянова в ход пошли минометы 82-го калибра. К счастью, никто из наших армейцев от этих обстрелов не пострадал. Соединенные Штаты расширили санкции против России за вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Соответствующий документ публиковали на сайте американского Минфина. В список попало одно учреждение, а также 14 сотрудников ГРУ и российского агентства интернет-исследований, более известного как «Фабрика троллей». Им запретили въезд в США и заморозили все их активы, которые находятся в этой стране. Но не только в этом винит Россию мировое сообщество. На заседании Совбеза ООН говорили об отравлении бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Детали в нашем материале. Тема России снова на повестке дня в Совбезе ООН. Тон непростой встречи задал представитель Великобритании. Джонатан Аллен заявил, Москва скрывала разработку нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили агента. 4 марта оружие, которое запрещено использовать даже на войне, применили в мирном городе моей страны. Это безрассудный поступок совершили те, кто не признает святость человеческой жизни, кому безразлично, кто станет жертвой нападения. Они даже не боятся, что следы преступления могут вывести на них. Великобритания решила выделить почти 50 миллионов фунтов стерлингов для Центра защиты от химоружия. 23 российских дипломатов выдворяют из страны. Позицию Британии на Совбезе ООН поддержали США и Франция. Россия все обвинения отрицает. И инцидент называет провокацией, заявив, что отравлять Скрипаля ей было невыгодно. Официальные представители страны отказались отвечать на вопросы, пока им не предоставят доступ к делу Скрипаля. Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут. После заседания Совбеза ООН США, Германия, Великобритания и Франция опубликовали совместные заявления. Там говорится, нежелание России отвечать указывает на ее причастность к отравлению. Виталий Акушмирук, Ирина Иванова, подробности телеканал Интер. И уже длительное время мы следим за тем, как наши дипломаты спасают застрявших в Греции украинских моряков. Сейчас там задержаны и содержится почти полторы сотни человек. 105 уже приговорены к различным срокам. Наказание в отношении остальных идут следственные действия. Мы сняли целую серию материалов о моряках, которые оказались в заложниках на своих же кораблях. Их проверяют на предмет контрабанды одних сигарет, вторых оружия. Но официально никаких обвинений не предъявили. Они месяцами ждут решений греческих властей. И вот на прошлой неделе украинские дипломаты встречались в Греции с представителями МИДа, Минюста, Генпрокуратуры при Верховном суде. На этой неделе серия встреч украинской рабочей группы продолжается. И к ней присоединились представители национальной полиции, Минсоцполитики и Международной организации миграции. Сегодня в Украинском МИДе рассказали о результатах, а также поблагодарили всех, кто помогает в освобождении. Нам обговоривалось вопрос о возможности освобождение членов экипажей и дать им право на выезд в Украину с обязанностью являться к Генеральному консульству Греции в Одессе, в случае, если для этого возникнет такая потребность. Мы очень надеемся, и, в основном, позиция прокурора полагала в том, что нужно хвалить быстрее финальное решение, которое бы давало право гражданам Украины, которые находятся на затриманных суднах, вернуться на Батьковщину. Я тут хотел бы подякувать особо благодейному фонду Бурбараса, гражданину Греции, который является честным консулом в Украине, и его благодейный фонд, и сам Бурбарас очень много помогает гражданам Украины, которые держатся в Греции. Разглядывается вопрос о возможном поселении в помещениях, в Афинах или в другом месте членов экипажей с суднами «Конспирит». Риск коррупции. Со временем подобные проекты планируют запустить и в регионах. Мы выяснимо, какие наиболее чувствительные системы есть для жителей. Например, записи в детский садочек, громадский бюджет, электронные петиции. А вы знаете, что электронными системами в городе используются больше 600 тысяч жителей. И мы хотим выяснить, какие системы наиболее актуальны, там, где необходимо вправлять технологию блокчейн. Данная технология в мире считается такой, что ей доверяют за замовчением. И ее использование в этих процессах позволяет поднять на совсем другой уровень доверия гражданам и к государственным институциям, и к тех систем, которые проводят технологией облегчения. Привлечь к ответственности подрядчиков, ответственных за некачественный ремонт дорог и ввести новые стандарты, требует Владимир Гросьман. На встрече с профильными ведомствами премьер сообщил, что в первую очередь проинспектируют трассы, которые реконструировали в 2017 году. На мой взгляд, мы должны провести широкомасштабный аудит того, что было сделано в прошлом году, и сделать экспертизу по качеству. И выяснить, что если есть где-то дефекты минулоречных работ, нужно негально отреагировать, чтобы все восстановленные работы, если такие будут, были выполнены за счет подрядных организаций. Деньги в трубы, более 30 миллионов гривен потратили власти Белой Церкви на модернизацию коммуникации. По мнению активистов, все можно было сделать в разы дешевле. Действительно ли чиновники нагрели руки, и что стало причиной обысков в кабинете мэра? Узнаем от Богдана Вербицкого. Были проведены проверки контролирующими, державными контролирующими органами. Но не проверками едиными. Были обшуки в кабинете міського головы. Городская администрация Белой Церкви в последнее время находится под пристальным вниманием контролирующих органов. В конце февраля сотрудники фискальной службы пришли с обыском в рабочий кабинет городского главы Геннадия Дикова. Изъяли бухгалтерские документы предприятий, сотрудничавших с горсоветом. Главная причина – уклонение компании от налогов. А на сегодняшний день работают десятки, а то и сотни предприятий. Заключено тысячу договоров. Договора, по мнению активистов, заключаются с нарушениями. К примеру, реконструкция узлов учета тепла. Тендеры не проводили, систему Прозора не использовали. По мнению местных властей, она неэффективна, да и не нужна вовсе. Общую сумму распределили пообъектно, тем самым не превысив порога допустимых расходов. Ци закупівлі не потребовали використання механизму системи Прозор. Законодавство говорит, что порог, при якому обовязково є проведение тендерных закупівель, є півтора миллиона гривень. В данном случае не вистачає просто бажання місцевих чиновників використовувати електронную систему Прозор. Сьогодні система електронных закупівель Прозор дозволяє провести допорогову закупівлю, так званую, яка дозволяє визначити учасника з дешевшою ціною. Але дешевле ще не значить качественні, говорит заміститель міського глави Білої церкви Валерій Ігнатюк. Признається, доверяють только своїм. Уявимо, що ми виставили це на тендерні пропозиції, на Прозор, не зрозуміли, хто там зайшов до нас і що зробив. В місті Білої церкви виконували компанії, які зареєстровані в місті. Ремонт системи учета тепла городські власті поручили відділу капітального строительства горадміністрації. Ті вибрали генподрядчика. Їм стало коммунальне підприємство Білої церкви в тепломережа. Комунальщики, в свою очередь, переложили відповідність на компанію Білої церкви в теплоенерго. Вона і провела всі роботи. Об'єм впечатляє більше сотні об'єктів, прибыль більше 20 мільйонів гривень. В свою чергу ця компанія називається Білої церкви в теплоенерго, що вводить в Оману, це приватне підприємство. Колишній директор Білої церкви в теплоенерго, Вакулінько Михайло Іванович, він зараз є керівником, якщо я не помиляюся, Білої церкви в тепломережі, комунальну підприємство. Дальше, більше. Предприємство Білої церкви в теплоенерго передає фронт робот предприємству «Мангуст». В ноябрі компанія переехала в Северодонецьк Луганської області. Потім деньги направили в компанію «Крпостачбуд», у якій общий айпі-адрес підприємство «Мангуст», а також компанію «Стандарт Автобеце». Не знаю про це. Економія тільки по Білій церкви, по місту нашому, в минулому році склала 15%. Но, по мнению активістів реанімаційного пакету реформ, растрати по ограниченному лімиту колосальні. Да і сэкономити можна було в два рази більше, якби команда міського голови використовувала систему «Прозора». Лише в 2016 році, влітку, було роздано под опорогом 50 мільйонів гривень. Геннадій Дик, що попередньо обіцяв використовувати всі новітні механізми антикорупції, а після приходу почав слухати таких людей, як Валерій Гнатюк або інших своїх заступників. Не помиляється тих, хто нічого не робить. Подобні ошибки слишком дорого обходяться местному бюджету. Ми направили запрос в Государственну фискальну службу с просьбою відповідати, удалось ли знайти доказательства махинацій городських властей Белой Церкви. В правительстві вже задумываются над усиленням контроля за госзакупками і тендерами. Хотять заставити містних чиновників проводити їх через «Прозора», независимо від стоимости. Богдан Вербицкий, Сергій Ведмить. Подробності – телеканал «Интер». Несколько десятков молодих людей задержали в Закарпатті. Подозревають, що вони планировали провокации. На в'їзді в эту область сегодня проверяють все машини. Почему – узнаем от Марина Коваль. Сегодня утром, всього за три часа на в'їзді в область, полиція остановила нескільки подозрительних машин і микроавтобус. В общій сложності в них їхали 32 чоловіка. Все мужчини – жители разных областей України. В обладміністрації подозревають, що це участники одной групи, які, можливо, планировали провокации. В машинах виявлені кріки, телескопичні кріки, карабін один був нарізаний, заразований. Ножі, газові балончики і палатували. Всі ці люди, які їхали, вони мали один фунт призначення – узбро. Вони переконують, що їхали туристичною метою. Але дуже великі сумніви, що воно існує так. В поліції подтверджають, що задержали пассажиров і водителі нескольких машин, у которых були запрещені законом предметы. Але не уточняють, була ли це одна група. Перевіряється транспорт, який заїжджає на територію Закарпаття. Звертається увага на підозрілих осіб, на заборонені законом предметы. Наразі все спокійно. Правоохранители області перевели на усиленний режим роботи. Почти п'ять сотень поліцейських охоронять порядок в містах проведення торжественних мероприятий. В Закарпатті сьогодні отмечають сразу две даты – годовщину Карпаттской України і національний праздник венгерской общины – День революції. Возложение цветов в Ужгороде к памятнику венгерського поэта і революціонера Петефі прошло мирно в оцеплении поліції. Усилено охранять правопорядок в області будуть до конца недели. Марія Накова, Юрий Ковалів, подробності, телеканал «Интер», «Ужгород». Марш пустых горшков или акція против бедности. Более тысячи женщин со всех уголков страны собрались возле Кабмина, чтобы заставить власть отменить антисоциальные реформы, среди которых пенсионная, медицинская и реформа образования. Все эти условия митингующие изложили в резолюции. Ее приняли утром на съезде національной платформы «Женщины за мир». Документ также содержит план по достижению мира на Донбассе и выходу из кризиса в социально-гуманитарной сфере. То, что нас здесь объединяет, я очень горжусь и радуюсь, и чувствую вдохновение от этого, что каждый из нас считает, что он может изменить ситуацию. Парламентская ассамблея Совета Европы и последняя ее январская резолюция. Это наш результат, это наш с вами результат и наша победа. Мы вернули в текст резолюции Минские соглашения. Почему? Они, может быть, недостаточно хороши, но это единственный наш мирный план. Для нас главное не демонстрация павлиния хвостов, для нас главное результат. Сегодня нас тысячи, десятки тысяч. И я уверена, еще миллионы женщин, которые поддерживают и понимают, что только сегодня, объединяясь, отложив в сторону, найдя в себе силы отложить политические, идеологические, региональные, социальные отличия, мы вместе можем дать голосу мира, голос, который будет звучать громче, чем звук орудий. Украинка Юлия Джима завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии. Она финишировала третий на спринте на дистанции 7,5 километров. Спортсменка не допустила ни одного промаха и уступила лишь победительнице Анастасии Кузьминой из Словакии 29 секунд. Для Джима это уже третья бронза в сезоне. Серебро на этот раз досталось белорусской спортсменке Дарьи Домрачевой. Кубок национального первенства по женскому хоккею впервые приехал в Харьков. Золотые медали завоевали харьковские пантеры. Оправдывают ли девушки название своей команды, узнаем от Светланы Шакеры. Два десятка девчонок в тяжелой униформе в 10 вечера выходят на лед. Только в это время спортарена свободна для тренировок. Пантерам два года. Президент клуба Екатерина Середенко раньше была помощником судьи. Ради хоккея оставила работу. Собирала девчонок из разных видов спорта. Поднимала архивы, которые девочки уже занимались хоккеем. Вот так вот и получился такой сильный и слаженный коллектив. В составе пантер школьницы, молодые мамы в декрете, мастера маникюра и брокеры. Ксения работает риэлтором. Просто спросили у меня стоять на коньках. Пришла и научилась фигурных на хоккейные перешла. И понравилось. Владислава Скащук признана лучшим нападающим. Девушка занималась хоккеем в детстве. После 10-летнего перерыва опять вернулась на лед. В женском хоккее нет силовой борьбы. Поэтому там больше надо думать головой. И иметь какую-то такую маневренность, чтобы избегать столкновений. Краги и шлемы, помощь из США. Все сборы и выезды за свой счет. С таким энтузиазмом в прошлом году пантеры завоевали бронзу на чемпионате Украины. В этом привезли золото. Их заставлять не надо. В том-то же прелесть. Правильно чуть-чуть надо направить и все. И все у нас получилось. Сегодня девушки вместе с Кубком победителей у главы области. Юлия Светличная пообещала поддержать команду. Нужно системно подходить к развитию спорта. В области мы строим физкультурные комплексы, ремонтируем спортивные школы, обновляем инвентарь. А также платим стипендии. Как за высокие достижения, так и перспективным спортсменам и тренерам. Для того, чтобы новые и новые победы всегда были в области и, безусловно, прославляли Украину в целом. Пять девушек из пантер войдут в национальную сборную по хоккею. А в середине апреля в Харькове состоится международный женский турнир, на котором американские тренеры проведут мастер-классы для всех желающих. Германия не признает аннексию Крыма и будет настаивать на выполнении минских договоренностей. Это первые месседжи нового главы МИДа этой страны. Что еще заявил Хайко Маас и куда он отправился со своим первым визитом, расскажет Татьяна Лагунова. С корабля на бал новый министр иностранных дел Германии только принял присягу, а уже успел рассказать о своих рабочих планах и даже совершить дебютный зарубежный визит. Хайко Маас пообещал, Германия не будет избегать острых международных тем и в первом же выступлении перед своими подчиненными прокомментировал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мы очень обеспокоены атакой с использованием нервно-паралитического вещества. Серьезно относимся к оценке британского правительства и считаем неутешительным тот факт, что Россия пока не внесла свой вклад в расследование этого инцидента. Москва должна быть готова к транспарентности, она должна прояснить свою позицию и понятно, что это не может остаться без последствий. Говорил Маас и об Украине позиция неизменна. Германия настаивает на выполнении минского пакета. Не будет мириться с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся агрессией против Украины. Эту и другие темы главный дипломат Германии обсуждал и во время своего первого зарубежного визита в Париж. У нас много тем, над которыми нужно работать. Это будущее Европы, Брекзит, Украина. Я рад приветствовать Хай-Камаса и начать работу. Уверен, это будет сильное сотрудничество, основанное на доверии и эффективности. Завтра, кстати, тоже с первым визитом после переизбрания Париж посетит и канцлер Германии Ангела Меркель. И возможно, в ходе этих переговоров будет достигнута договоренность о проведении встречи нормандской четверки. Для начала на уровне министров иностранных дел. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Итоги недели завтра в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я вернусь к вам в субботу. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова